Приветствую всех, меня зовут Вера, и я вместе с вами продолжаю смотреть на некоторые термины и понятия из материалов курса Being a Leader авторства Вернера Эрхарда, который, скорее всего, в заключительный раз пройдет в Канкуне, в Мексике, в октябре 2019 года. В этом разговоре хочу смотреть на то, что такое трансформация. И если вам интересно, как можно это, может быть, на первый взгляд, мистическое слово превратить в свой повседневный инструмент взаимодействия с обстоятельствами и людьми, возникающими в вашей жизни, продолжайте смотреть это видео. Я предлагаю прежде всего отойти от представления о трансформации как о чем-то концептуальном, возможном, единожды в жизни, раз и навсегда, и посмотреть на это, на то, как это действует в повседневности. Есть такая штука, как мозг, которая настроена прежде всего на выживание, физическое, и, собственно, больше особо никаких функций эта штука, этот орган для нас не решает. Важно увидеть, что выживательные механизмы, как то защита, либо нападение, сбегание, избегание, или какая-то некоторая заморозка, экстраполируются из физической реальности в онтологическую, то есть в то, как мы проживаем и переживаем ситуации, события, разговоры, которые на самом деле не несут в себе никакой физической для нас опасности. Я говорю о тех ситуациях, в которых мы чувствуем опасность, угрозу лишь тому, кем мы привыкли себя считать. Мы чувствуем угрозу тому, что мы привыкли считать правдой, что мы привыкли считать правильным. И здесь я не буду вдаваться ни в споры, ни в доказательства, а предлагаю поискать и посмотреть в своем личном опыте такие ситуации. Насколько мы, люди, на самом деле привержены автоматически, привержены тому, чтобы оказаться правым, чтобы выглядеть каким-то таким достойным образом, не выглядеть идиотом. И часто это проявляется в том, что любая ситуация, любой спор заключается лишь в том, чтобы отстоять свою правоту. И мы совершенно забываем о том, с чего все началось и какая у нас на самом деле в этом разговоре задача. И когда я говорю о трансформации, я говорю о, скорее, способности в таких ситуациях остановиться, увидеть, что происходит, чем задается сейчас мой способ быть и мой способ действовать, и увидеть для себя выбор, что для меня на самом деле важно, какую задачу я сейчас решаю на самом деле. Увидеть, что я автоматически стремлюсь к отстаиванию собственной правоты, увидеть, что я автоматически стремлюсь выглядеть определенным образом, не показаться идиотом, и, как правило, также избежать ответственности за происходящее. Увидеть, чего мне стоит то, кем я являюсь, и то, что я делаю, или чего я не делаю. И сделать выбор, что для меня в этой ситуации на самом деле важно. Важнее оказаться правой? Или важнее выбрать какие-то иные, возможно, неожиданные и непривычные действия, сказать, возможно, какие-то неожиданные, не очень удобные, привычные слова, и прийти к тому в итоге, что мне на самом деле важно. Прийти к такому раскладу, при котором счастлива и я, и другая сторона. Прийти к тому, что мы видим и выполняем и мои интересы, и интересы другой стороны. Часто трансформация, как минимум, не сразу влечет за собой изменения, которые очевидны внешне. То есть трансформация вполне может произойти при тех же самых обстоятельствах. Трансформация – это возможность увидеть дефолтный способ восприятия, увидеть, как это сформировалось, и создать, найти для себя такой способ восприятия, то есть такой контекст, да, и создать для себя такую историю, такую корреляцию, при которой я прежде всего позволяю, аутентично позволяю быть тому, с чем я имею дело. То есть совершенно иное переживание, которое формирую и создаю я в тех же физических обстоятельствах. Здесь приведу недавно попавшуюся мне цитату Вернера о том, что трансформация предполагает, что вы просто позволяете чему-то быть. То есть трансформация – это способность дать чему-то быть. И дать чему-то быть – это не то же самое, что как минимум внутренне этому сопротивляться, или же просто поддаться, да, вот так вот сдаться обстоятельствам. Трансформации не происходят, если мы просто начинаем применять какие-то другие шаги поверх того, что нам не видно, поверх того, что задает эти действия, да, в каком контексте мы видим то, с чем мы взаимодействуем, и что мы для себя в этой ситуации видим как самое важное, то есть из чего мы исходим. Так вот, навык трансформации для меня прежде всего в том, чтобы уметь рассмотреть, задать себе вопрос, почему я сейчас говорю то, что говорю, почему я сейчас действую так, как действую, с чем соотносятся мои действия, в каком контексте я вижу эту ситуацию, в каком контексте я воспринимаю этого человека. Здесь хочу обратить ваше внимание на различия между изменениями и трансформацией. Очень многие образовательные программы, мастер-классы, тренинги и курсы основаны на приобретении определенных навыков. Книжки, магия утра, навыки того, навыки сего предлагают конкретные действия, которые якобы должны сработать, не учитывая индивидуальных особенностей ситуации. Очень многие люди, достигшие определенных успехов, сейчас сразу идут делиться, рассказывать о том, как они пришли к этому пути, так будто бы кто-то действительно может повторить тот же набор действий и прийти к тому же результату. Трансформация не происходит через изменение внешних обстоятельств, трансформация не происходит через то, что мы предпринимаем какие-то другие действия. Трансформация это именно изменение на фундаментальном уровне, это иной способ видеть то, с чем мы взаимодействуем, это иная позиция, которая позволяет быть тому, с чем мы имеем дело, и дает нам выбор действовать не автоматическим способом, который задает мозг, продолжая свою выживательную стратегию, а позволяет нам действовать из того, что мы сами себе в языке определяем как важное, как то, что для меня важно, на чем я стою, то, что в английском формулируется как my stand, моя позиция, такая стойка, я очень люблю это слово stand, да, то есть когда я оказываюсь в ситуации, где я замечаю явно, что я действую не так, как мне хотелось бы, что идет какая-то автоматическая реакция, я останавливаюсь и начинаю все это различать, что задает мой способ быть и действовать, почему я говорю то, что я говорю, почему приходят те мысли, которые сейчас приходят, да, что на самом деле происходит, на что я реагирую, от чего я защищаюсь, чему я не могу позволить быть. Честно увидев все это, я получаю некий выбор, я получаю способность быть с тем, с чем я есть. И потом у меня есть возможность выбрать то, каким образом, да, я буду формировать свое восприятие, исходя из того, что для меня на самом деле важно. Находясь сейчас в, можно сказать, конфликтной ситуации, я это называю для себя ситуацией какого-то горького разочарования, не выполненных, с другой стороны, моих ожиданий. Я сейчас как раз нахожусь вот в этом процессе, да, я пытаюсь четко и честно различить, что со мной происходит, почему я реагирую так, как реагирую, да, почему я так злюсь, почему я переживаю вот эти вот телесные ощущения, напряжение, почему вот это непреодолимое желание выговориться, пойти сказать какие-то нелицеприятные вещи, да, как вот это вот происходит, да. Я сейчас смотрю на все то, что происходит со мной внутри, смотрю на тот контекст, в котором эта ситуация для меня проявляется, и ищу, и мне кажется, я уже нашла, и готова к мирному разговору со стороной, с которой я сейчас оказалась в этих обстоятельствах, я нашла для себя работоспособный контекст, вот, в котором я уже и физически иначе переживаю эту ситуацию, и мысли приходят ко мне совершенно другие, и как минимум того разговора, который автоматически уже вот здесь вот был готов, да, выйти в мир, я не допущу, да, я выбираю дать быть тому, что происходит, я выбираю дать быть тому, какой выбор сделали другие люди, и тому, как все есть сейчас. Что именно за ситуация, да, то есть, чтобы не разводить мистику, с одной стороны, я не большой фанат примеров, а тем не менее, иногда помогают что-то увидеть. Какова моя ситуация сейчас? В начале учебного года, который сейчас завершается, я отдала свою дочь в определенную школу, которая такую неформатную немножечку программу предложила, и, в общем, было много разговоров об ожиданиях, о правилах, о том, о сём, о том, что предлагается. В общем, по результатам я очень сильно разочарована, я, значит, как-то не совсем ожидала такого исхода. Здесь очень много аспектов, я об этом могу говорить бесконечно, наверное, я сделала отдельное видео. Дело в том, что я разочарована, и я ловлю себя на желании пойти и высказать всё, чем я недовольна. Более того, я готова предложить, что надо было сделать, как это должно быть и так далее. В общем, высказать вот это вот всё для меня почему-то сейчас кажется необходимостью. Тем не менее, я совершенно не вижу, чтобы это дало какой-то результат. Я начинаю смотреть на то, что на самом деле, по сути, мной сейчас правит и двигает больше всего желание быть правой, больше всего обесценить других людей, значит, предстать каким-то экспертом в этой области, более того, естественно, я уязвлена ещё и в том плане, что как-то вот мой ребёнок был воспринят, как мне кажется, да, не соответствуя моим представлениям. А я думаю, конечно, о том, что я потратила деньги и всё такое. И буквально вот сейчас, перед тем, как записываю видео, я ходила и рассуждала, и подумала, окей, а почему бы не посмотреть на эту ситуацию, как некое сотрудничество моё, да, с этой школой. Люди пошли на определённый эксперимент, пусть они это так не называли, да, пусть они давали некоторые обещания, во многом, наверное, выдавали желаемое за действительно. Тем не менее, для меня какой контекст будет работать? Какой контекст позволит мне даже расстаться с ними, но в каких-то удовлетворительных отношениях? Я сейчас для себя сформулировала, что я поучаствовала в эксперименте, да, я финансово поддержала проект. Эксперимент – это всегда действие с открытым концом, и почему бы, да, не отнесись к этому, как к определённому полезному опыту, который, возможно, не соответствует тому, что я от этого ожидала, но, собственно, неужели это самое главное? И у меня формируется уже совершенно иная риторика, и я действительно искренне хочу пойти поговорить с людьми и расстаться с ними в позитивных отношениях, выразить свою благодарность, готовность содействовать, может быть, в каком-то другом формате. и всё моё переживание этой ситуации совершенно иное, и это перестаёт быть для меня грузом, которым являлась в последние дни, причём, ну, действительно, я очень тяжело переживала вот эту ситуацию. И вот, когда я говорю о трансформации, я хочу, чтобы люди в итоге освоили для себя это как инструмент, да, как способность трансформировать своё переживание, а не обстоятельства, не идти от внешнего, да, не руководствоваться теми автоматическими вещами, которые часто, слишком часто порой задают наше бытие и действие, и на которые мы по определению не смотрим, если только не задаёмся вопросом, что именно является источником того, что происходит или что не происходит в нашей жизни. Спасибо за то, что вы выслушали мою личную историю. Я надеюсь, что вы извлечёте для себя ценность и из этого небольшого эпизода. Надеюсь, что это видео было для вас не бесполезно, не слишком тяжело для восприятия. Смотрите на информацию в описании, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлением. До скорых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok